Ряд самых актуальных вопросов был в центре внимания совместного совещания, постоянного действующего заседания по обеспечению правопорядка и общественной безопасности при главе Славянского района и районной антитеррористической комиссии. Подробности в нашем репортаже. На мероприятие были приглашены главы городского и сельских поселений, представители силовых структур и всех заинтересованных служб. Начальник управления образования Славянского района Олег Сентищев выступил с докладом, в котором рассказал о мерах, которые принимаются для антитеррористической защищенности образовательных учреждений. В каждом образовательном учреждении установлены кнопки тревожной сигнализации. И срабатывая данные кнопки, сигнал незаметно введено, поступает в ситуационный центр на номер 112, и далее опять уже передает сообщение дежурному по Славянскому району в отдел тренедел. Во всех образовательных учреждениях установлена система видеонаблюдения и архивирование данных в целях обеспечения образовательных учреждений инцидированной охраны. Уже с начала 2017 года ведется поэтапное заключение договоров наказания охранных услуг. Сейчас у нас все 35 школ охраняются инцидированными охранными предприятиями. В ноябре были установлены 12 металлодетекторов в 9 школах города и района. Кроме того, есть еще необходимость в ряде мероприятий, чтобы безопасность отвечала всем требованиям. Рассказал докладчик и о том, как будет обеспечиваться безопасность учреждения образования в новогодний период. Глава Славянского района подчеркнул, что для обеспечения безопасности необходимы постоянный личный контроль и неравнодушие. Все на контроль наличие. Заборы там поставили, все это понятно. Но через заборы перелазили, перекусывали и все остальное. И там уже выходит на первый план, кто как больше отреагировал. Позвонил, не позвонил, на месте, на месте. Директор Славянского автовокзала доложил о том, что сделано, чтобы обеспечить безопасную работу этого учреждения. Начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами подвел итоги работы антитеррористической комиссии Славянского района. Подытоживая все сказанное, Роман Синеговский потребовал от всех заинтересованных служб проявлять высокую ответственность, чтобы обеспечить безопасность жителей Славянского района на должном уровне. Андрей Вишневский, Игорь Ванчуков, Константин Монастыренко. Программа «События».